Дань памяти отцу российских воздушно-десантных войск и запоздалый подарок военнослужащим ко дню ВДВ. В понедельник на территории 217-го гвардейского парашютно-десантного полка открыли стеллу, посвященную герою Советского Союза Василию Маргелову. Мы хотели открыть его положение на день воздушно-десантных войск на 2 августа, но ВДВ – это у нас войска боя готовности номер один, мы были на учениях, поэтому сегодняшняя дата превращена в 5 августа на открытие бюсту Маргелова. И бюст Маргелова открыли для того, потому что я считаю, в каждой воинской части должен быть бюст Маргелова, легендарного командующего воздушно-десантных войск, яркого представителя борца за ВДВ, и мы будем достойны его традиции. Идея разместить бюст Василия Маргелова на территории военной части родилась несколько лет назад. Сначала искали средства, помогли офицеры России, частные спонсоры, да и сами бойцы в стороне не остались. Человек этот в истории войск сыграл решающую роль. Именно при нем ВДВ стали элитой армии, потому памятники и бюсты Бати, как называют Маргелова сами голубые береты, есть в десятках городов, где дислоцируются военные части. Он единственный военачальник, удостоенный таких почестей, единственный воин, память о котором десантники хотят сохранить для будущих поколений. Как о человеке, который прошел нелегкий путь, прошел несколько вооруженных конфликтов, начиная с Советско-финской войны, полностью прошел Великую Отечественную войну, который не понаслышке знал все тяготы и лишения, которые испытывает солдат во время войны, который фактически жил со своими подчиненными их жизнью, человек, который знал и умел очень многое, является символом именно того десантника, на которого должен равняться каждый солдат, прапорщик, либо офицер. Памятник не только знак уважения делу жизни Василия Маргелова, он еще и стимул для нынешних воинов. Идея проста. Ежедневно, приходя на службу, десантники будут видеть достойный пример воинской чести и доблести. Человека, который сделал из ВДВ нерушимое братство. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.